Добрый вечер, господа друзья! Я приветствую вас обратно на моём канале. Я очень рада опять встретить вас. И познакомить с новым очередным рецептом. Из латышской традиционной кухни. Латыши очень любят кровяную колбасу. У нас её бывают разные виды. И длинные, и покороче, и толстые, и такие маленькие, как сосиски. Разные. И очень часто их готовят дома. Где-то там в деревне, если у тебя есть свиньи, например. Тогда делают дома. Это очень вкусная получается кровяная колбаса. У нас она называется Асинсдесса, кровяная колбаса. Или же Путраймдесса. Ну вот, и сегодня я вам предлагаю такой интересный рецепт, поскольку там очень много рецептов, как её можно приготовить. Я вам один из них покажу, остальные потом. Порядки очереди будут. А сегодня я вам предлагаю, будем печь в духовке кровяную колбасу вместе с яблоками, ветчиной, черносливом и луком. И получим очень вкусную запеканку, которую будем кушать вместе с вареньем. А варенье у меня, наверное, будет красной смородины. Очень хорошо её кушать с клюквенным вареньем или с брусничным вареньем. Такие вот кислые варенья очень хорошо подходят для этой колбасы. Потому что латыши вообще эту колбасу кушают с вареньем. Ни с чем другим, как с вареньем. Ну вот так. Это очень вкусно. И вот, начинаем. А, забыла. Что нам понадобится? Будет нужна вот такая тёрочка и вот такая... Ну, я буду в такой формочке печь, потому что мы с мамой вдвоём. И поэтому я рассчитываю рецепт вот на эту формочку. Если вам надо побольше, значит, вы просто увеличиваете дозу. Ну, начинаем. Для приготовления этого блюда нам понадобится только 3 яблока. Вот таких больших я уже почистила. 1 большой лук. Масло для обжарки. Ну, у меня здесь 20 черносливов. Я их замочила. Водички уже заранее. Ветчина. Ну, я думаю, здесь мне 350 граммов. Но я думаю, используем где-то 200 граммов. Больше, скорее всего, не уйдёт. Ну, и вот кровяная колбаса. Путра МДС. Да, по-латышски. Ну, у меня здесь, я даже не знаю сколько. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть штук. Начинаем. Сначала я беру яблочко и будем терять его на терке. Три яблока на грубой терке. Ну, вот. Натёрто яблочко. Теперь нарезаю лук. Ну, я думаю, на такие небольшие кубики. Можно и на полукольца. Это уже как вы хотите. Я буду на такие. На кубики. Так. Ну, вот. И на раскалённую, разогретую сковородку я отправляю уже обжариваться лук. Теперь я беру кровяную колбасу и нарезаю вот на такие ломтики. Её можно, конечно, снять в кожуру, но мне нравится, когда колбаса вместе с кожурой. Эта кожура получается такая, ну, очень вкусная, когда её обжаривают. Вместе с луком я отправляю обжариваться и кровяную колбасу. Я здесь нарезала 6 колбасок. И это всё на медленном огне мы обжариваем. Немножко поперчим. И немножко посолим грубой солью, но не очень много. И ещё одно туда отправляем ветчину. Тоже на обжарку. Ну, я думаю, где-то 200 грамм. Мне здесь 350. Я отправляю 200. Пока обжаривается ветчина, колбаса и лук, мы будем нарезать помельче чернослив. Ну, вот так. Я его размочила. И сейчас его надо на более мелкие кусочки нарезать. Ну, вот так нарезала. И вот смотрим. Где-то 5 минут прошло. Он хорошо уже. Видите, он стал таким мягким. Потемнела колбаса, да? И вместе обжарилась с луком и ветчиной. Вот. Я снимаю с огня. Ну, вот. Теперь я беру нашу формочку, которую я немножко помажу. Ну, так. Минимально. Вот так. И выкладываю вот эту обжарку сюда в формочку. Вот. Вот. Так. Выложила. Я уже поставила духовку на 180 градусов. Будем печь 30 минут. 180 градусов. Сейчас я выкладываю чернослив. Вот. Тоже поверх основ. Так. Ну, и наконец, сверху я выкладываю яблоки. И еще мне пришла мысль только что в голову. Ой, семечко. Так. Пришла в голову мысль. Чисто, пусть красивее смотрится, я добавлю клюкву. У меня мороженое клюква. Всегда в холодильнике. Ну, вот. Вот. Получилось вот так. И я это отправляю в духовку на полчаса. Ну, вот, господа, друзья, я вынула из духовки. Вот. Поднесу поближе. Полчаса пекла в духовке. И сейчас буду, ну, вам подавать. Покажу, как мы ее будем кушать. Я сверху положила клюкву. Ну, чисто для того, чтобы лучше смотрелось. Да, интереснее. И сейчас будем кушать. Смотрите. Вот я выложила. И сверху положу варенье. То есть это желе. Вот посмотрите наверху. Это то желе, которое мы готовили с вами летом. Я покажу поближе, как он смотрится. Вот так. Ну вот, господа, друзья, я закончила. Вот моя колбаса с яблоком, с ветчиной, с луком и с желе из красной смороди. Ну, сейчас будем пробовать. Это по-латышски. Кровяная колбаса по-латышски. Слушайте, это... Это амброзии. Это очень вкусно. И вместе с этим вареньем. Лотыши всегда кровяную колбасу едят с вареньем. С кислим вареньем. Он может быть разный. Из клюквы, из красной смородины, из рябины. Ну, еще что-то. Но все равно, что ешь бы, он был кислый. А литча тоже может быть. Но мне очень нравится, когда красная смородина. Вот эта кислость. И тут еще яблоки. Слушайте, ну вкусно. Попробуйте. Попробуйте, как едят латыши. Это один из, как минимум, сотни способов, как приготовить кровяную колбасу. У нас очень-очень много разных методов, как это сделать. Это очень вкусно. Вот так. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Я очень жду новых подписчиков. Нам надо развиваться. Чем быстрее, тем лучше. Вот так. Ата. Я вас люблю. Ата. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...